Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Расскажу вам, как прошла неделя в городе. Смотрите в выпуске. Все приоритеты в силе. Павел Малков заявил на встрече с депутатами облдумы, что бюджет региона будет увеличен. По тонкому льду. Простые правила поведения на зимних водоемах. Задержан подозреваемый в подрыве железнодорожных путей под Рязанию. Житель Рязани, завербованный военной разведкой Украины. Задержан за совершение терактов. Сообщили в Центре общественных связей ФСБ России и пресс-службе Следственного комитета России. По данным Следственного комитета, подозреваемый был установлен в ходе расследования уголовного дела о подрыве 11 ноября 2023 года самодельного взрывного устройства на перегоне Рыбная блокпост 204-й километр в Рязанской области, когда опрокинулись 15 вагонов проходившего грузового поезда. Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии. В ходе допроса задержанный дал признательные показания, сообщили в Следственном комитете. Согласно показаниям задержанного, в феврале 2023 года в Стамбуле он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. И в марте 2023 года вернулся в Рязань, отметили ФСБ. В первый месяц зимы россиян ждут перемены. Изменения касаются отмены санкций для водителей, которые не переобулись. Автолюбители, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю, будут останавливать и предупреждать, чем может обернуться такая беспечность. По словам начальника госавтоинспекции МВД России Владимира Черникова, каждый владелец транспортного средства сам отвечает за безопасное передвижение в период гололеда. Какие еще изменения вступили в силу, расскажем в сюжете далее. В первый месяц календарной зимы пенсионеры получат выплаты в двойном размере. В связи с длинными январскими каникулами пожилые люди получат деньги и за декабрь, и за январь. Выплата авансом связана с тем, что большинство банков не будут работать с 30 декабря по 8 января. Причем за первый месяц нового года выплаты будут уже с традиционной прибавкой. Индексация составит 7,5%. С 1 декабря блокадникам начислят единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Постановление правительства – это подарок к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Ее получат те, кто награжден медалью за оборону Ленинграда или знаком жителю блокадного Ленинграда. Деньги получат и блокадники из России, и те, кто сейчас живет в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Всего порядка 60 тысяч человек. На отдельных категориях товаров появится обязательная маркировка. Штрих-код обяжут ставить владельцев фермерских хозяйств, сельскохозяйственных производственных кооперативов. Сведения касательно оборота продукции в системе мониторинга «Честный знак» станут обязательными для компаний. Изменения коснутся также товаров в стекле и пластике, в том числе мяса, субпродуктов, молока, овощей и фруктов. Не затронет закон напитков на натуральной основе, нектаров, соков и морсов. По приказу Минприроды все твердые коммунальные отходы будут учтены. Соответствующую информацию будут размещать в федеральной государственной информационной системе. Возможность следить за потоками мусора – мера, которая позволит оптимизировать расходы на его транспортировку. С 11 декабря изменятся правила выезда и въезда на территорию России, а также основания для признания недействительным загранпаспорта, дипломатического паспорта и служебного паспорта. Теперь документы признают недействительными, если владелец изменил имя, фамилию или сведения о месте дате рождения или истек срок действия паспорта. Этой зимой провайдеров обяжут помогать полиции. Содействия в оперативно-розыскной деятельности или обеспечении безопасности России будут осуществляться через реестр. Провайдеры хостинга должны подать заявление в ФСБ о начале взаимодействия в течение 45 дней. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Почти на 10 миллиардов рублей будет увеличена доходная часть регионального бюджета. Об этом на встрече с депутатами Рязанской областной думы заявил губернатор Павел Малков. Народные избранники приступают ко второму чтению главного финансового документа региона. Экономика региона, несмотря на санкции, ощущает себя уверенно. Это позволяет сохранять две главные составляющие регионального бюджета – социальную направленность и развитие. Павел Малков на встрече с депутатами Рязанской областной думы это подчеркнул и добавил – все приоритеты по-прежнему в силе. У нас заложено средства на выполнение всех, без исключения, социальных обязательств. В том числе, конечно же, зарплата сотрудникам социальной сферы. И при этом их размер, размер их оплаты труда теперь будет рассчитываться от увеличенного МРОД, который сейчас установлен на федеральном уровне. Вот у нас в общей сложности на эти цели запланировано 33 миллиарда рублей. Это на 4 миллиарда рублей больше, чем в текущем году. Павел Малков предложил ко второму чтению бюджета увеличить поддержку бойцов в зоне проведения специальной военной операции и их семей до 753 миллионов рублей. При этом цифра эта не конечная. Кроме того, финансирование остается за всеми региональными проектами – выплатой при рождении ребенка, поддержкой многодетных семей, региональной льготной ипотекой. В следующем году начнут строить школу в Касимове и Рязанском микрорайоне Семчино. В Рязани возведут новый физкультурно-оздоровительный комплекс важнейшим назвал губернатор строительства филиала поликлиники номер 11. На развитие инфраструктуры по новым инвестпроектам направят 1 миллиард 900 миллионов рублей. Деньги на это есть, более того, бюджет будет расти. У нас в следующем году доходы были запланированы в сумме 81,9 миллиарда рублей, расходы 82,2 миллиарда рублей. Вот ко второму чтению доходная часть увеличится на 9,7 миллиарда рублей за счет межбюджетных трансфер. То есть работаем с федеральным центром и здесь, конечно, огромная заслуга нашего депутата Государственной Думы Андрея Михайловича Макарова. Постоянно на связи с ним, очень ему благодарен, потому что все эти средства, это, конечно, дополнительные возможности для дальнейшего развития региона. На встрече с главой региона депутаты говорили о задачах по переселению граждан из аварийного жилья, обсуждали вопросы лекарственного обеспечения, развития туристической отрасли, расширения мер социальной поддержки. Павел Малков согласился с предложением фракции партии «Единая Россия» о распространении льготы по транспортному налогу на родителей, воспитывающих детей-инвалидов. А еще депутаты предложили законодательно закрепить права детей-сирот на получение денежной компенсации вместо квартиры. К другим новостям. Борьба с гололедом сегодня главная задача Рязанской дирекции благоустройства. Основные работы с техникой коммунальщики проводят ночью. Но особо заледеневшие тротуары обрабатывают и днем. Сегодня на улицах Рязани убирает снег около 160 единиц техники. В этом году коммунальные службы пошли по пути систематической обработки тротуаров от наледей. Специально для этого уже заготовлено 150 тонн реагента. Как заявил мэр города Виталий Артемов, это примерно на 75 циклов. Решаются и кадровые вопросы. Достигнута договоренность в связи с окончанием сельхозработ, уборочных работ с одним из сельхозтоваропроизводителей по дополнительному найму 10 механизаторов, чтобы можно было обрабатывать тротуары реагентами не только ночью, но еще и днем. Конечно, будут некоторые неудобства для жителей, но мы сразу же приносим свои извинения. По песко-соляной смеси заготовлено 24 тысячи тонн. Работает около 20 кдм. Ежедневно находится на дежурстве. И постараемся увеличить число механизированной уборки тротуаров за счет привлеченных механизаторов. Основной фронт работы ДБГ сейчас ликвидация скользкости. Этим занимаются 9 машин. Все работы сотрудники дирекции благоустройства проводят ночью, чтобы не мешать движению потока и пешеходам. После небольшой оттепели впереди заморские. К ним уличные тротуары должны быть подготовлены. За ночь обрабатывают порядка 40 улиц. Также в ночь выполняются работы по вывозу снега и ликвидацию скользкости. Смотрим за состоянием покрытия, особенно обращая внимание на путепроводы и мосты, так как там быстрее образуется накат. Для того, чтобы выполнить больший объем по вывозу снега, мы просим жителей города Рязани не парковать автомобили на тех улицах, на которых будут планироваться работы. Мы заранее будем публиковать в средствах массовой информации список этих улиц. Впрочем, обрабатывать тротуары коммунальщики будут и днем. То есть они уже перешли на округлосуточный режим работы, чтобы ледяные дожди не застали город врасплох. О подготовленности городских властей к ледяным дождям говорили и на правительстве. Павел Малков назвал непогоду главным вызовом этой зимы. Кроме того, губернатор дал поручение начать подготовку к следующему году, объявленному президентом годом семьи. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 года семьи. Решение главы государства о сохранении фундамента общества с января станет темой номер один. С этого начал заседание правительства Павел Малков. До 27 декабря будет сформирован оргкомитет. Регионам рекомендовано активизировать работу уже сейчас. Планом мероприятий тоже уже нужно начинать заниматься. У нас в этом направлении очень серьезный задел, очень активно работают и учреждения, соцсферы, общественные организации, добровольческое движение. Думаю, что у нас будет много интересных предложений и мероприятий. Поэтому давайте в короткие сроки подготовим такие предложения. Схема движения общественного транспорта одна из главных тем, которые беспокоят сегодня рязанцев. Губернатора попросили удлинить маршрут троллейбусов до улицы Новоселов. В нынешнем масштабном обновлении троллейбусных сетей этот вопрос сегодня тоже в приоритете, заявил глава рязанской администрации Виталий Артемов. Проект будет. Нам необходимо там построить около трех с половиной километров контактной сети, перенести 100 опор. У нас там, слава богу, есть тяговая подстанция, может быть, ее надо будет модернизировать, но тяговая подстанция есть. Разворотный круг позволяет там продлить маршрут. После принятия бюджета в 2024 году мы будем делать проект с методом документации, заказчиком будет управление капитального строительства. Постараемся к первой половине 2024 года сделать проект, чтобы понимать, какая будет сумма. Сколько уже мы не строили лет контактные сети новые? Последний раз это делали в конече, кажется, 11 или 12. Вот надо возвращаться, потому что действительно город серьезно изменился, и пересматривать маршруты, удлинять, увеличивать, стиматизировать, потому что то, что не продлялись основные маршруты, я так понимаю, привело к возникновению множества дублирующихся, коротких, самых разных маршрутов. Все это надо привозить к какому-то единому виду, удобному для жителей города. Отдельной темой стала поломка лифтов в онкодиспансере. Из 15-ти из строя вышли 6. Проблема в системе торможения. Лифты гарантийные, комплектующие не отечественное производство, а, в общем-то, импортные детали. В настоящее время детали в регионе есть. И с понедельника ремонтные работы идут. Мы уже за два дня запустили, восстановили три лифта. До конца недели заканчиваем ремонт еще на трех. И проводим у меня плановое ТО и диагностику соответствующих девяти рабочих, потому что суть поломки, в принципе, схожа. Губернатор попросил разобраться в этом вопросе тщательнее и привлечь подрядчика к ответственности. Какой бы она ни была. В эти дни в Рязани большой слет IT-специалистов. На Всероссийский форум «Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее» приехали специалисты из 40 регионов страны. Говорили о системе «Умный город», автоматическом распознавании лесных пожаров, интеллектуальной транспортной среде. Каждая из этих платформ, по словам губернатора Павла Малкова, должна быть не для галочки, а приносить реальную помощь. Федеральный проект «Цифровой регион» стартовал в 2019 году. Он объединяет все технологичные системы для решения задач городов и сельских населенных пунктов. По словам губернатора Павла Малкова, любой цифровой проект должен приносить реальную пользу. Сейчас в регионе внедряют единую систему, которая объединит камеры видеонаблюдения по всей Рязанской области. «Причем, вот эта связка искусственного интеллекта и видеонаблюдения, при том, не только работа с правоохранителями, не только общественной безопасности, но и, например, еще распознавание лесных пожаров, которые тоже прекрасно сейчас наукры, на видеокамерах. Это интеллектуальная транспортная система, которая очень быстро дает результаты, могут изменить себя на своем опыте. Еще целый ряд других перспективных задач. Все это сейчас уже в работе, и все прекрасно показывает себя на практике именно реальную результату. Архитектура цифрового региона охватывает самые разные сферы. В такие инициативы активно вовлекают молодежь. Волонтеры принимают участие во всех проектах нашего региона, рассказал министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов. Проект «Цифровой регион» гармонично дополняет другую федеральную инициативу «Умный город». Он тоже сейчас реализуется в нашем регионе. У нас в этом году в рамках мероприятия нового города прошло большое количество значимых таких встреч, где действительно удалось и опыт других регионов узнать, и, наверное, где-то поделиться. Я надеюсь, что в следующем году мы такое же мероприятие обязательно проведем в Рязани. Все в наших руках. Главная цель всех направлений федерального проекта – сделать жизнь людей лучше с помощью современных технологий. Сегодня на Рязанской площадке собрались представители разных проектов из 60 регионов нашей страны. На первом съезде координаторы мероприятия обсудили стратегические пути цифровизации социальной сферы и экономики. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В преддверии Дня Героев Отечества школьники из Касимова и Рязани побывали на экскурсии в учебном центре Росгвардии. Ребятам из образовательных учреждений и подшефного класса провели экскурсию и показали свой вариант так называемой «дрим-тим» – «команды мечты». Сидеть. Сидеть. Вот. Стоять. Лежать. Чтобы такая «дрим-тим», как ее назвали школьники, появилась, дрессировать служебную собаку нужно не один год. Кинолог сопровождает свою напарницу практически с рождения. Вместе с ней и гуляет, и тренируется. Так и появляется команда мечты. Это уже новый технический элемент. Служебная овчарка по кличке Гуфи нашла взрывчатое вещество. Конечно же, условное. 29 ноября на учебно-тренировочном полигоне Управления Росгвардии по Рязанской области прошли показательные выступления для учащихся средних образовательных школ и колледжей города Касимова. Приурочено это к важной дате – Дню Героев Отечества. Мы им рассказали об истории этой памятной даты, рассказали о героях Российской Федерации, которым это почетное звание было присвоено уже в период проведения специальной военной операции. Ребята задали вопросы, их интересующие. На сегодняшний день это очень важно – воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма в духе готовности защиты своего отечества. Задержание преступника на автомобиле, штурм высотного здания – программа у школьников была насыщенная. А для бойцов это очередная тренировка. А завершилось мероприятие лекцией. Школьникам и студентам рассказали об истории празднования Дня Героев Отечества. И о самих героях, которые были удостоены этого звания как в Советском Союзе, так и в России. В торговом городке распахнул в своей двери новый павильон номер 23 – резиденция традиции. В бывшем здании облпотребсоюза теперь разместили экспозицию с работами рязанских мастеров – Михайловское кружево, Кадамский венис, Скопинская керамика и Шиловская лоза. Накануне открытия павильон посетил губернатор Павел Малков. Открытие павильона номер 23 анонсировали еще на заседании правительства. Резиденция традиций – это первая из трех новых локаций, которые представят рязанцам до конца года. Здесь выставлены самые известные областные бренды. Михайловское кружево, Кадам венис, Скопинская керамика, Шиловская лоза. У каждого своя особая история. Когда мастера поняли, что они не пользуются популярностью вот такое изделие, один из них умудрился узнать секрет глазури. И обратите внимание на стену. Видите, большие красники. Мастера начали делать на высоте очень большие детальные и заложенные изделия, которые бросались в глаза. Кроме этого, в павильоне есть и творческое пространство – зоны для мастер-классов по народному декоративно-прикладному искусству. В этот вечер здесь, например, обучали гончарному мастерству. Мы продолжаем развивать нашу ВДНХ, наш торговый городок. Замечательное место, которое, к сожалению, достаточно долго было в таком заброшенном состоянии, сейчас обретает новую жизнь. Здесь мы выставляем все наши основные промысла. Причем важно то, что на них не только посмотреть можно, но и можно приобрести самые понравившиеся и интересные изделия. Ну, конечно, здесь же можно участвовать в интересных мастер-классах, которые тоже приобщают вот эти наши замечательные народные традиции, народные промысы. Говоря в целом о торговом городке, Павел Малков анонсировал открытие к Новому году еще двух павильонов музеев – молодежного движения и чая. Полностью же восстановить одну из главных достопримечательностей Рязани власти намерены до конца следующего года. И там тоже будет на что посмотреть. А в резиденции традиций губернатор с особым интересом рассматривал предметы скопинской керамики. И, по его собственным словам, не ушел с выставки с пустыми руками. В период ледостава на водных объектах нужно соблюдать технику безопасности. Правоту этой прописной истины доказывали инспекторы регионального центра ГИМС. Как не провалиться под тонкий лед и вытащить человека из холодной воды, расскажем в сюжете далее. На тонком льду в России ежегодно гибнет порядка 20 тысяч человек. Причины такой печальной статистики разные. Начиная от алкогольного опьянения на зимней рыбалке, заканчивая банальным незнанием правил безопасности во время ледостава. Государственные инспекции по мгновенным судам Рязанской области ежедневно, особенно в выходные, проводят рейды, патрулирование, проводят профилактическую работу с рыбаками, вручают листовки, памятки, объясняют, как вести себя на льду. С начала ледостава зарегистрировано одно происшествие, в котором один человек утонул. Сегодня спасатели наглядно показали, как можно помочь человеку, провалившемуся под лед. Такие вот тематические упражнения доводят до автоматизма. Первое правило спасения утопающего зимой – передвигаться по неокрепшему льду нужно ползком. Слишком близко подползать не надо. Для того, чтобы на расстоянии находиться и вытащить человека, для этого можно связать между собой ремень, один-два ремня, можно связать вещи. Если есть с собой спасательные средства, такие как конец Александрова или длинная веревка с грузом, кольцо с линем, то есть кинуть пострадавшему край спасательного средства и отползти назад и постараться этой веревкой вытащить пострадавшему. Сразу после бедолагу нужно доставить в теплое помещение, мокрую одежду снять и по возможности переодеть в сухое. И, конечно же, вызвать скорую помощь. Правила довольно просты и банальные, но именно этот порядок спасет не одну человеческую жизнь. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». С наступлением холодов выживать в городских условиях неперелетным птицам все сложнее. Зимуют в области треть от общего количества пернатых. И самое время для рязанцев прийти к ним на помощь. Чем правильно подкармливать птиц, расскажем далее. Сырые семечки подсолнуха, несоленый арахис, подсушенный белый хлеб, проса. Такому угощению будут рады и синички, и снегири, и голуби, и воробьи. С наступлением заморозков мелкие птахи нуждаются в подкормке. База зимой, как известно, значительно уменьшается. И человеческая помощь – огромное подспорье для того, чтобы городские пернатые пережили зиму. Правда, и здесь есть свои нюансы. Ни в коем случае нельзя птицам давать испорченные продукты. Любые. Мы, как обычно, привыкли. Вот что-то у нас пропало, испортилось, мы вносим, да, и даем это птицам. Это ни в коем случае нельзя делать. Особенно это касается хлеба с плесенью. Сало птицам можно. Сало должно быть не соленое, не копченое. Обычный, просто свиной жир или вообще любой животный жир. Можно куриную обрезь, можно и говяжий жир давать. Такая подкормка актуальна в морозы. Ведь сало обладает большой энергетической ценностью, когда птицам как никогда нужны калории для обогрева. Я всегда использую сало. Оно привлекает и синиц, и дятлов. Дятлы с удовольствием будут на нем кормиться, если вы его примотаете веревочкой прямо на ствол дерева. Они ползут по стволу, доходят до этого сала и с удовольствием клюют его. Для тех, кто хочет покормить птиц, но сомневается в выборе угощения, есть специальные смеси. Приобрести их можно в обычном зоомагазине. Довольно часто рекомендуют брать различные зерна смеси. Если мы берем зерно в чистом виде, обычную пшеницу или любое другое зерно, редко какие птицы его едят. Все-таки это корм довольно грубый. Синицы насекмоядные, они заточены под более нежные корма. А вот когда в составе зерна смеси, такой корм уже птицы более едят охотно. Обычно сюда включают просо разные виды, семечку, овес. Есть свои тонкости и в кормлении хлебом. Так он обязательно должен быть свежий, но слегка подсушенный. Причем подойдет только белый. Черный хлеб пернатым лишь навредит, вызывая брожение в желудке. Иногда бывает с семечками, да, подкармливаем. Голубей в основном сын кормит. Очень нравится. Летом им полегче, а вот сейчас их даже не видно, кроме сорок или воронок. И все, и голубей. Даже этих птичек маленькие, видно такие, с желтыми этими. Ну, синички. Орнитологи рассказывают, подкармливать птиц традиционно начинают в Синичкин день, 12 ноября. Угощения будут актуальны, пока не начнет сходить снег. Примерным окончанием зимней подкормки служит Международный день воробья, 20 марта. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости последней недели осени. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова